Вчера вечером лжились, была рассада, утром встаем, ну какие-то кочерыжки, нету ни листиков, ни черта, куда делись, ну вот это вообще, как будто с корнем вытрал кто-то, я не знаю, может это коты ее выщипали, ну вообще, я не думаю, что коты, коты бы может порыли тут или что, но вряд ли бы они щипали рассаду, да кто-то выдрал рассаду нам, Рома, короче мы остались без рассады, то ее жрут, то она падает, вот тут еще стоит, нормально, вот вчера вот так же тут стояла, в этом ящике, вчера так же было, как и тут, все встали, нету ни листьев, ничего, какие-то кочерыжки, ладно, раньше, как говорили, что двухвостки могут есть, но я еще не видела ни одну двухвостку, чтобы она сходила, ну, еще наверное не проснулись, не знаю, короче легче купить эту рассаду, она то падает, вот там у меня падала, там сдохла, выдохла сама, вот тут, например, упала и валяется, тут вот растет, тут тоже вчера роса, но непонятно, кто ее сожжал, я все-таки думаю, что коты, ну все-таки, не знаю, коты у нас обычно есть, вот, они обычно бывают, гадят, бывает в горшок, вот где роза, они там выкопают и нагадят, вот это можно от них ждать, ну, чтобы вот так поели, или выдернули с корня, не знаю, короче, уже у меня все настроение с утра упало, вот такие дела, выкинуть эти ящики на улицу теперь только остается, и все. Вчера я спекла печеньки по рецепту Анастасии, Ром, вкусные печеньки? Печеньки с яблоком, потом ссылочку, если что, оставлю в описании, вот такие печеньки получаются, нормальненькие. Ссылочку, если что, оставлю в описании, ссылочку к рецепту, ну, Рома и папа говорят вкусные печеньки, лопают вон за обе щеки, смотрят простокваши, ну, давай, папа, изначально рассказывай, всем привет, я вот тебя снимаю уже, рассказываю. Да, всем привет, разобрал топливную систему, все, у меня машина дымела, пыхтела, трындела, снял бензонасос из бака, вот здесь он находится, почистил его, продул, промыл, ставлю в бак, не качает. Не знаю, пожалуйста, не качает бензин вообще, уже вот два дня мучаюсь, мучаюсь, потом залез в интернет, почитал, что пишут люди. Оказывается, когда бензонасос я снимал, он же у меня, весь бензин вытекет, там образуется какой-то вакуум или воздух. Как правильно это, я не знаю. В итоге пришлось, вот, почитал, почитал, что люди пишут. Двигателем закачал полный насос сам. Вот он в колбе находится, без насоса, его разбираешь, он качает. То есть, сама эта алюминиевая железка в сборе не хочет качать, не бежит и все. Но работает как положено. Почитал, что пишут люди. Кажется, там надо, чтобы воздуха не было, заполнить его бензином. Или залить, или еще что-нибудь. Вот в итоге мы его закачали полностью бензином. Этот бензонасос поставили его правильно. Сейчас будем подключать и закачивать уже бензин в фильтр. И будем пробовать заводить машину. Получится, не получится завести, но будем пробовать. Чего только не сделаешь ради репортажа, я сейчас нахожусь в яме у нас под машиной. Вот это фильтр, топливный фильтр. Сейчас будем закачивать в него бензин. Раз бензонасос работает, значит будем закачивать бензин, чтобы она дальше по трубкам, по шлангам пошла в монопрыск. Вот сейчас смотри, мама, отсюда вот должен бежать бензин. Откуда? Вот это. Как только бежит, значит фильтр будет полный. Надо будет одеть это. Значит кричать тебе, чтобы. Да, приключили. Ой. Давайте, дорогие телезрители, будем ждать, когда у нас будет полный фильтр. Мне так страшно тут. Тут на меня ничего нигде не вырвется. Ой, бежит, бежит. Вот, видите? Это мы напомнили. Побежать болт хорошо. Теперь будем его отпускать в систему, и уже аккумулятор сдох, как всегда. Да, пока ты заводил, да? Артем готов ехать, куда хочешь. Пускай ехать, куда хочет. Сейчас еще и овощи, сейчас у него просто аккумулятор возьмем. Что ты будешь здесь? Смотри, не посуди. Такие хомуты такие неинтересные. Нет, как раньше. Ты же старый, с авдеповских хомуты. А, теперь полугодь будем. А, теперь что мне смотреть тут? Или мне уже ничего не... А, как ты меня... Давай еще целое видео, как меня вытащить из ямы. Друзья, сегодня у нас 14 марта. И вот такая вот картина. Сплошной лед. Вчера дождь был. Сегодня все это замерзло. Приводилось сплошной лед, по которому невозможно идти. Вот, заледенело все. Лужи заледенели. В хром по воде не иди. Там, где вода, обходи. Ноги замочишь, и все, ноги замерзнут. А вон там, в начале улицы, большая приогроменная лужа. Сейчас все начнут ее объезжать вон там, где столбы. Вот между столбом, вокруг столба. Иди так же, как мы шли. Переходи сюда. По воде не иди. Переходи воду. Давай, переходи. Ну все, я отключаюсь. А то надо Рома держать, чтобы он никуда в воду не зашел. Вот такая вот огроменная лужа, в начале улицы тут у нас образовалась. Но она всегда тут каждый год образовалась. А потом все вот так едут в окраску. Но там все равно они начинают застревать. Сейчас буквально все запасно можно поехать. А когда будет так пляси, то и там застревают. Да, вот тут вот такая вот красота. Все, пошли. У нас март месяца. Вот ожили уже, начинают оживать. Хотя на улице снег, гололед. А тут ожил какой-то непонятный жук. Похож на клеща, но ничего, это не клещ. У него там крылья какие-то. Давай его придаем. А может они летучие клещи. Делали новые лотки из готовых для рассады. Потому что я же вам показывала утром, что Петр съел рассаду. Буду теперь заново садить. Уже, наверное, в последний раз, что вырастет, то урастет. Глянет, то жрет ее кто-то. Постоянно какие-то проблемы с этой рассадой. В общем, я еще раз пересадила. Посадила, вернее, посеяла еще раз рассаду. Из-за того, что у меня съели. Я же вам показывала утром. Сюда теперь досеяла. То, что не доели, посадила заново. Досеяла новую. Какие были у меня семена. Баклажаны, болгарский перец. Надеюсь, надеюсь, что все-таки будет у меня рассада в этом году. Не хочется покупать. Но лишь бы не пришлось. Не хочется покупать. Лучше уже свою вырастить. Уже столько третий раз сею. А толку нет. То она вот падала, то теперь ее кто-то съел. Непонятно. Непонятные у меня чудеса происходят. Ну, вот такие дела. Всем пока. До новых встреч.